Дагестанская сборная по вольной борьбе завоевала львиную долю медалей в Ингушетии. Там, в городе Магас, с 12 по 14 июня проходил чемпионат России по вольной борьбе. Триумфальное выступление команды и другие темы обсудили в ходе пресс-конференции на телеканале ННТ. Медальный план на чемпионате России подопечные Сажида Сажидова выполнили еще в первый день соревнований. Однако, останавливаться на достигнутом в команде не принято. Итог выступления – 4 золотые, 6 серебряных и 4 бронзовые медали. Отсюда и победа в общекомандном зачете. Я думаю, надо спросить болельщиков, если наши болельщики, наши люди, те, которые болеют за нас, за спорт, если они нами довольны, если они считают, что наш результат удовлетворительный, значит, большего нам и не нужно, в принципе. По-большому таких именно медального зачета, какого-то количества медалей, таких задач не было и не бывает. Поэтому, я думаю, самое главное – это, если болельщики довольны нашим результатом. Жирную точку в триумфе дагестанской команды поставил ее лидер Абул Рашид Садулаев. До финала танк не оставил шансов никому из оппонентов, но в поединке за золото наткнулся на сопротивление осетинского вольника Байцаева. Здесь олимпийскому чемпиону пришлось даже отыгрываться по ходу встречи. Своим результатом, конечно, доволен, но до финальной части все шло по плану. Но в финале чуть-чуть допустил такую тактическую ошибку, и с соперником я встречался впервые. И даже на сборах я с ним не боролся, но знал, что у него длинные руки, весь большой, что он с любой точки достанет мои ноги, что он и делал. И в начале я допустил ошибку, поэтому так получилось. Ну, чуть тяжело прошло сфотка. Так, ахамдуллах, доволен своим выступлением до финала. Ранее он выигрывал Магомеда Идрисовича Ибрагимова таким же приемом. Он прошел в корпус, повалил и тушировал. Тебе удалось выстоять. Тяжело ли было с ним бороться и ожидал ли ты такой именно прием? Потому что он уже одного дагестанца таким приемом пытался и выигрывал. Спасибо. Ну, не только Магомеда Ибрагимова так положил, но и многих ребят, своих соперников. Ну, я знал, что этот премьер он сделает. И так, как бы, глупо попался. И оттуда уйти немножко было тяжело, честно говоря, уйти. Но, ахамдуллах, все ушли помог, смог оттуда выйти и дальше настроиться на сходку. Первый национальный чемпионат после Олимпийского цикла по традиции открывает новые имена. Соревнования в Ингушетии не стали исключением. В финальную часть пробились атлеты, которые уже сейчас готовы защищать цвета сборной России на международных турнирах. Слава Богу, как говорят, есть поколение, которое идет следом. И ребята тренируются, ждут свой шанс и воспользовались этим шансом. Осечку допустил Курбан Алиеву, почему бы ей не воспользоваться. Ну, результат вообще хороший получился. Я как тренер говорю, что мы довольны результатом. Восемь финалистов из восьми категории, это... Давно такого не было. Практически вообще никогда не было. Среди призеров чемпионата России Магомед Гаджин Нурасулов. Чемпионом Ярыгинского турнира он становился еще в 2013 году. После этого последовала серия травм и неудач. В Ингушетии воспитанник спортшколы имени Али Алиева отпраздновал долгожданный успех. Всем ясно, уже давно люди хотят быть рядом с успешными людьми. Когда ты проигрываешь, с тобой рядом остаются только твои близкие друзья, личный тренер. Близкие тебе люди остаются рядом. А когда выигрываешь, к тебе бывает больше внимания. Я во время сбора к тренерам подходил и говорил всем, что... Есть ощущение, что я очень хорошо отбрусь на этом чемпионате. Чувствовал очень хорошо себя. Ахамдаду, так и получилось. Можно было лучше, но будем дальше работать, чтобы было лучше. Выступление Нурасулова оставило двоякое впечатление у его личного наставника. С одной стороны, удачное возвращение в сборную. С другой, до золотой медали было рукой подать. Вроде бы, как говорится, обратно вернулся на большой ковер. Это, конечно, приятно, отрадно. Но, с другой стороны, настолько все это было близко. Мне кажется, почему-то, что Магомед, наверное, слишком рано поверил, что выигрывает два балла. Это слишком, как говорится, мало. И вот еще одна хорошая атака. И возможности были. Каждый из участников пресс-конференции отметил высокий уровень проведения чемпионата страны. Организаторы рассчитали все, вплоть до мелочей. А поддержка местных жителей только заряжала дополнительной энергией. Была большая поддержка со стороны игуческого народа. Хотел бы, пользуясь случаем, поблагодарить всех болельщиков. И приехали и наши дагестанские болельщики. И всем огромное спасибо за то, что болели. Отдельную благодарность хочу выразить главе Республики Ингушетии, Юниспеку Баматкиреевичу Евкурову. И после чемпионата России он мне сделал такой подарок. Подарил автомобиль. Все понравилось. На самом деле, можно сказать, я участвовал и в других городах. Мне очень понравилось, когда они провели чемпионат. Все, и питание, и проживание, все было на общем уровне. И призовые были очень хорошие. Большое спасибо ингушетскому народу за это. Чемпионат России в Ингушетии носил статус отборочного. По его итогам, тренерский штаб сформирует команду для участия на чемпионате мира. Соревнования пройдут в августе во Франции. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. И к концу выпуска о курсе валют на завтра. Доллар остановился на отметке 57,95 рубля, евро 60.